Египет Как природные условия страны были связаны с занятиями ее населения? Природа и население Древнего Египта Вы познакомитесь с местоположением Древнего Египта и особенностями его природы. Узнаете о роли Нила в жизни древних египтян. Получите представление об основных занятиях населения. Природа Древнего Египта Цивилизация Древнего Египта зародилась в IV тысячелетии до н.э. на берегах благодатного Нила, в северо-восточной части Африканского континента. Нил – одна из самых больших рек мира. Она начинает свой длинный путь в Центральной Африке и впадает в Средиземное море. Перед впадением в море Нил развлетляется на водные рукава и образует широкую дельту – плодородную долину, напоминающую по своей форме треугольник. В древности берега Нила зарастали густым высоким тростником – папирусом, душистыми рощами акаций, финиковых пальм, виноградом. В зарослях папируса водились бесчисленные стаи птиц. Река изобиловала рыбой. В воде жили крокодилы и бегемоты. В землях Древнего Египта обитали также антилопы, кабаны и львы. К долине Нила прилегали красные земли пустыни и невысокие горы, богатые различными породами камня и глины. К востоку от дельты находились залежи медной руды, а на юге Древнего Египта – золото. Природные богатства использовались в строительстве и для изготовления орудий труда. Из папируса вязали плоты и строили лодки, получали специальный материал для письма. Поставьте видео на паузу и выполните задание. Разливы Нила В Египте дожди выпадают редко, зато часто бывают засушливые ветры суховеи. В апреле-майе они дуют из Ливийской пустыни на протяжении 40-50 дней. Растения увядают, сухая земля трескается. В июне в Центральной Африке, в местах, откуда течет Нил, начинается сезон дождей и таяния снега в горах. Уровень воды в Ниле резко поднимается. Река выходит из берегов, разливается и затапливает прибрежные земли и почти всю дельту. Поставьте видео на паузу, познакомьтесь с историческим документом и ответьте на вопрос. Разлив длится два месяца, с середины июля до середины сентября. Затем вода спадает, оставляя после себя Ил – мягкий и вязкий осадок из частиц полусгнивших растений и горных пород. За несколько тысячелетий толщина плодородного слоя в отдельных местах достигла более 10 метров. Поэтому древние египтяне называли свою страну «черной землей». Поставьте видео на паузу и выполните задание. Древние земледельцы в долине Нила Люди издавна заселяли долину Нила. Основным занятием населения было земледелие. Сельскохозяйственные работы всецело зависели от разливов Нила, которым земледельцы готовились особенно тщательно. Они строили каналы и большие водохранилища. Из глины и камыша сооружались специальные насыпи или дамбы. В дамбах делали маленькие ворота. Во время разлива их открывали и пропускали воду, а затем закрывали и таким образом надолго сохраняли оставшуюся часть воды в водохранилище. Со временем египтяне научились строить специальные подъемные устройства – шадуфы. С помощью этих колодезных журавлей воду подавали на возвышенности и орошали поля во время засухи. С помощью иллюстрации опишите принцип работы шадуфа. Земляные работы выполняли египтяне сообща всей земледельческой общиной. Так в Древнем Египте возникло орошаемое земледелие, то есть обработка земли с помощью орошения. В середине сентября начинался сезон пахоты и сева. Вначале землю рыхлили мотыгой. Затем появились саха и деревянный плуг. В плуг впрягали валов. После вспашки поле засевали пшеницей и ячменем. В феврале-марте египтяне собирали урожай. Пшеницу и ячмень жали медными серпами. Во время жатвы срезали лишь колоски. Их молотили на таку, бросая под ноги домашнему скоту. Животные копытами выбивали зернышки из колосьев. В это же время на огородах собирали разные овощи. Бобы, горох, огурцы, лук, чеснок. Древние египтяне были хорошими садоводами. Выращивали финики, инжир, гранаты и разные сорта винограда. Разводили они также и домашнюю жидность. Коров, овец, коз, ослов, домашних гусей и уток. Рыбу ловили сетями или специальными ловушками. Поставьте видео на паузу и выполните задание. Египтяне-ремесленники. В древнем Египте было широко развито ремесло. Ремесленники научились выплавлять медь, а в середине второго тысячелетия до нашей эры – бронзу. Развивалось и кожевенное дело. Из выделанных шкур животных изготавливали сандалии и ремни. Шкурами обтягивали боевые щиты и колесницы. Египтяне славились производством тканей и ювелирных изделий. Ткани были разные. Тонкие, как паутина, для богатых. И грубые, более дешевые, для бедняков. Особенно ценились ткани изо льна, которые впервые научились выращивать и обрабатывать в Древнем Египте. Египтяне также умели выплавлять стекло из песка и соды, а с помощью различных примесей получать цветное стекло. В стране была хорошо развита меновая торговля. Египтяне обменивали продукты земледелия и животноводства на изделия ремесленников. Поставьте видео на паузу и ответьте на вопросы. Подведем итоги. Египет расположен в северо-восточной Африке. Это страна с жарким и засушливым климатом. Река Нил и ее разливы имели важное значение в жизни древних египтян. Орошаемое земледелие требовало огромных усилий больших коллективов людей. Древние египтяне были не только искусственными земледельцами, но и умелыми ремесленниками. Для качественного усвоения темы и закрепления знаний рекомендуется прочитать параграф учебного пособия и выполнить задание. Также можно выполнить задание по QR-коду на планшете или мобильном телефоне.